Солнечный привет из Греции! Знаете ли вы, что ни в одной стране мира нет такого количества островов, как в Греции? Здесь их около полутора тысяч, и только десятая часть из них обитаема. И, кстати, на 78 из них обитают больше, чем 100 человек. И вот именно на эти густонаселенные участки суши отправляются тысячи туристов со всего мира за своей дозой тепла и релакса. И сегодня я расскажу вам о топ-7 греческих островах. Этот рейтинг был составлен на основе независимых отзывов тех самых туристов, которые посетили Грецию в этом году. Итак, поехали! На седьмом месте остров Скиафос, самый оживленный остров архипелага Северной Эспарады. Здесь любят отдыхать итальянцы и англичане, сюда приезжают весело провести время молодежь со всей Европы. И здесь снимали знаменитый голливудский фильм «Мамма миа» с Мэрил Стрип. Длина береговой линии острова всего 44 километра. Но, несмотря на крохотные размеры, на Скиафосе более 70 пляжей. Поэтому это настоящий рай для любителей купаться и загорать. Ведь каждый день можно это делать в новом месте, не менее красивым, чем предыдущее. А насыщенная ночная жизнь в декорациях старого города, подсвеченного оранжевым светом уличных фонарей, издобренная сочными ароматами и веселой музыкой, мало кого оставляет равнодушным. Кстати, название «Скиафос» переводится с греческого языка как «тень Афона». И примечательно, что современный флаг Греции был придуман именно в монастыре на острове Скиафос. На шестом месте самый северный и самый популярный из ионических островов – остров Корфу. Старая часть столицы острова, города Корфу – самый крупный средневековый комплекс Греции. Здесь сохранились архитектурные памятники разных европейских культур, особенно венецианской. И до сих пор о Корфу говорят как о самом итальянском греческом острове. Здесь можно погулять по старой венецианской крепости, посетить оперу или картинную галерею. На Корфу, или Керкере, как называют этот остров греки, есть и длинные песчаные пляжи, и небольшие прохладные бухты, и полезные теплые источники. Остров очень зеленый, цветущий круглый год, а бухты в форме сердец в местечке Палеокастрица – символ Корфу. Здесь есть все, что только может пожелать самый искушенный путешественник. Мишленовские рестораны, прокат роскошных яхт, организация трансфера в отель на вертолете. В общем, Корфу по праву называют выбором королей. На пятом месте один из самых экологически чистых островов Греции – остров Закинг. Здесь дают жизнь своему потомству редкие черепахи Карета Карета, а потому большая часть побережья здесь является национальным морским заповедником. Что, однако, не мешает гостям острова наслаждаться отдыхом на этих пляжах и купанием в кристально чистых водах. Самая красивая бухта острова – бухта Навайо – известна на весь мир. Брошенный контрабандистами грузовой лайнер дал название этой живописной бухте, ведь Навайо в переводе с греческого значит «кораблекрушение». Путь сюда открыт только с моря и только в светлое время суток. Островом несколько веков правили венецианцы, поэтому в столице Закинфа до сих пор ощущается атмосфера маленькой Италии. А еще именно на этом острове были написаны стихи современного греческого гимна. Четвертое место достается одному из самых дорогих островов Греции – острову Миконос. Выбор развлечений на Миконосе просто огромен. Местные жители безгранично лояльны к человеческим слабостям, а туристы раскованы и раскрепощены. Сюда приезжают звезды шоу-бизнеса и известные актеры. Пляжи Миконоса делятся по интересам. На некоторых из них устраиваются круглосуточные дискотеки, а другие радуют сторонников активного отдыха, возможностью посвятить себя водным видам спорта. Третий предназначен для семейного отдыха. Есть также фешенебельные пляжи, где собирается мировая богема. Главный город острова Хора под стать здешним туристом. Он представляет собой торговый и развлекательный комплекс, центральная улочка которого заполнена магазинами одежды лучших мировых брендов, ювелирных изделий и произведений искусства. На третьем месте остров рыцарей. Великолепный Родос. Родос знаменит своим средневековым городом, окруженным высокими крепостными стенами с башнями и старинными воротами. Сейчас он находится под охраной ЮНЕСКО. Окрестности города очень живописны. Долины с виноградниками, плантации цифрусовых и оливковые рощи. На восточной и северной береговой линии располагаются высококлассные отели. Курорты западного побережья известны протяженными галечными пляжами и хорошими условиями для занятий виндсерфингом. На востоке море намного спокойнее, да и большинство пляжей песчаные. А во внутренней гористой части 80-километрового острова можно познакомиться с подлинной Грецией. Островом солнца называют сегодня Родос, потому что 300 дней в году здесь стоит ясная солнечная погода. А в знаменитую долину бабочек в летние месяцы слетаются тысячи прекрасных бабочек Гера. Второе место за чарующим, уникальным, неповторимым островом Санторини. Этот остров появился в результате извержения вулкана, и много раз в результате той же вулканической деятельности на нем погибало все живое. Однако каждый раз, как птица Феникс, Санторини восставал из пепла. Живописные скалы Санторини, густо усеянные маленькими белоснежными домиками, стали визитной карточкой Греции. На острове сохранились памятники архитектуры одной из древнейших на Земле кекладской цивилизации. Популярные пляжи Периса и Камари, покрытые черным вулканическим песком, привлекают своим экзотическим цветом, как и один из самых популярных в регионе – Красный пляж. Санторини с несколькими другими небольшими островками образуют гигантскую лагуну, которая, по сути, является жерлом спящего вулкана. Этими потрясающими видами можно любоваться и деревушек, расположенных амфитеатром на отвесных скалах острова. Кроме того, здесь вы сможете насладиться вкусом разнообразных блюд и десертными винами, которые изготавливают из местного карликового винограда. Великая история, радушные островитяне, райские пляжи и великолепная кухня. Первое место – остров Крит. Крит – самый большой остров Греции. Здесь самый длинный в стране купальный сезон, потому что тепло на этот самый южный остров приходит раньше, чем на материк. Пляжный отдых на Крите начинается уже с апреля. Из-за особенностей течения на северном берегу острова вода теплее, чем на южной стороне, поэтому лучшие курорты расположены именно там. Местные пляжи – это золотые полосы мягкого песка и гладкой гальки. Ради некоторых из них сюда приезжают гости со всего мира. Это знаменитый пляж Элафониси с розовым песком. А это бухта Балас, где сходятся три моря. А вот это райский вай, спрятанный в дебрях пальмового леса. Или, например, пляж в островках Реси с водой невероятно голубого цвета и шелковым песком. Крит делится на четыре крупных региона, каждый по-своему уникален. Считается, что на Крите родился бог Зевс и что здесь зародилась первая из современных цивилизаций Европы. Осколок этой минойской цивилизации – знаменитый Кносский дворец. Крит отличается отменной экологией, а его развитая инфраструктура сочетается с уединенными традиционными деревушками. Кухня Крита выбрала в себя лучшие вкусы и ароматы всей греческой кухни, а местные вина экспортируются по всему миру. И если в Греции есть все, то на Крите немножечко больше. Это был наш рейтинг лучших островов Греции. Напомню, независимый рейтинг составлен на основе отзывов тысяч туристов, которые приезжают в Грецию каждый год. Спасибо, что досмотрели видео до конца. Если вам понравилось, подписывайтесь на наш канал, смотрите наши новые видео. И, кстати, о каждом из островов, о котором мы сказали сегодня, у нас есть отдельное видео, которое вы найдете в плейлисте. Счастливо вам и до встречи в Греции!